привет как дела сегодня по просьбе моих подписчиков я расскажу вам о том на что и как я снимаю свои ролики первым делом это профессиональная камера которая всегда стоит напротив меня если я снимаю репортаж на диване для этого я использую трипод который стоит на полу и камера неподвижна я всегда смотрю в объектив камеры и что-либо рассказываю на ней у меня находится микрофон роут это камера canon 5d mark 2 я купила ее на ebay очень дешево она стоила около 1700 фунтов это где-то 170 тысяч рублей я приобрела ее за 500 фунтов на аукционе ebay точнее я сделала специальное предложение она продавалась за 650 фунтов в магазине который отремонтировал ее после какой-то поломки и у них была такая ссылочка майка нофа то есть сделать предложение и я сделала предложение не надеясь на то что они одобрят мою цену я спросила ее за 500 фунтов и мне ее одобрили эту камеру я пыталась купить на ebay на различных аукционах они начинали с 20 фунтов то есть за 2000 рублей и доходили до 600 800 фунтов то есть это 60-80 тысяч рублей у меня таких денег не было я как раз на тот момент на своих фото видео столько заработала как бы накопила сумму в 500 фунтов и пыталась ее купить потому что у меня были проблемы со съемками моего финального фильма камеру который я хотела снимать весь свой фильм я возможно могла потерять потому что ее надо было бронировать но об этом я позже расскажу то есть я решила купить себе такую же камеру который я хотела снимать и на данный момент я на нее снимаю свои ролики для канала англичанка я всегда стараюсь садиться напротив окна на диване чтобы естественный свет падал на мое лицо и мне не приходилось включать еще какой-либо дополнительный свет но к сожалению в петербурге зимой очень темно и часто не бывает света вообще мне приходится пользоваться и потолочной люстрой и другими дополнительными лампами и у меня есть еще одна такая вот лампа которую можно поставить на топ фотоаппарата на поверхность фотоаппарата и включить дополнительный свет который будет освещать конкретно мое лицо вот так это будет действовать и вот так меня освещает конечно чуть подальше и свет будет более рассеянный кстати по поводу света нам рассказывали что подсветка в зависимости от того где стоит цвет очень часто влияет на лицо актера если вы хотите изобразить какого-то злодея то подсвечивать лицо надо снизу вот так ну в общем об этом обо всем я буду постепенно рассказывать этот свет у меня мне достался от моей подруги юли которая жила в дубае к сожалению два года назад она скончалась от рака но я всегда вот смотрю на эту лампочку и вспоминаю ее у меня несколько вещей осталось от юли и всегда греет душу я очень тепло вспоминаю они к сожалению юли больше нету с нами но я все равно храню тепло в своем сердце в память о ней все репортажи моей лондонской жизни я снимала вот на эту камеру это sony кибершот и я не помню название dsc hx 200 гли очень хорошая камера для репортажей она во первых у нее стидикам внутренний то есть у нее есть внутренний стабилизатор я всегда наматываю два раза чтобы не уронить включаешь включая камеру что мне в ней очень нравится очень огромный зум он прям выезжает и на 300 метров я могу поймать человека машину что либо что я снимаю и в принципе нормального качества особенно для видео она очень хороша по фотографиям не могу сказать что очень хорошо продаются фотографии с нее потому что качество немножечко ну не такое хорошее как с профессиональной камеры но для вот всех заставок все вставки которые я врезаю в свои клипы в свои ролики все репортажи были сняты вот этой камеры и она для меня мой и луч света в темном царстве то есть мой рабочий инструмент мой доход также я снимаю репортажи своим телефоном телефоном кстати фотографии получаются более профессиональные более качественные но не всегда тоже покупаются но потому что фотографии это все-таки очень большая конкуренция видео продаются лучше потому что видео снимают не все хуавей хонор 7 я всегда снимаю любой камерой любым телефоном которые у меня есть потому что я пользуюсь вот этой вот штучкой я хожу обычно снимаю вот так если сама себя и кстати сама себя начала снимать абсолютно недавно в последний раз вот когда я ехала в лондон я решила поснимать такие живые блоги и вот как раз ходила вот с этой камеры по магазинам плюсом к нему я цепляю сюда микрофон присоединяю и петелькой виду на воротничок к сожалению микрофон не знаю где сейчас потеряться в период пандемии и пока я никуда не хани выхожу не езжу в магазинах местных я снимаю без микрофона в принципе звук тоже ничего получается проблема у меня с телефоном в том что я очень быстро хожу и камера трясется я не знаю какой мне надо стабилизатор купить чтобы при моей ходьбе не тряслась так сильно камера я понимаю что если ходить очень медленно это будет плавно но медленно ходить я не умею потому что у меня всегда куча дел в лондоне и мне надо передвигаться очень быстро но конечно постараюсь следующий раз если я буду что-то снимать для вас для репортажей что-то рассказывать буду снимать помедленнее ну и также естественно ветер ветер всегда мешает звуку всегда перекрывает звук и иногда не слышно то что я говорю и приходится эти куски с какой-либо информации вырезать кроме того снимать на камеру какие-то магазины очень опасно в плане того что там всегда звучит какая-либо музыка которая ходит под копирайтом под защитой авторских прав и если ты выставляешь этот ролик с чужой музыкой на youtube ты страйк получишь обо всех функциях и алгоритмах youtube и я так поняла надо тоже вам рассказывать показывать постепенно буду создавать и такие ролики чтобы вы понимали что такое быть блогером на youtube так значит про телефон рассказала еще мне подруга когда я ездила в лондон дала такую палку она очень удобно в плане того что ее можно поставить на стол и она будет вот так стоять я ею палкой не пользуюсь потому что неудобно снимать во первых я очень сложно посадить вот эту вот штуку на эту палку мне приходится очень долго мучиться иначе телефон отключается если я поставлю его с этой стороны у меня тут кнопка отключения ну вот так я ее ставлю иногда телефон и дома допустим если я что-то готовлю я ставлю на какую-то поверхность и вот так себя снимаю рассказывая в камеру или так снизу лучше не снимать 10 подбородков в общем про всякие про ракурсы я тоже буду рассказывать я всегда люблю снимать больше сверху тогда лицо выглядит так как надо если снизу то это уже немножечко другой ракурс и такую картинку не каждый человек будет воспринимать нормально сбоку тоже не рекомендую снимать потому что будет видно только одна часть лица а спереди ну в принципе тоже можно но я люблю немножечко приподняв над собой это мой самый выгодный ракурс именно справа в приподнятом состоянии так ну про это про фотоаппарат про телефон рассказала недавно в лондоне я купила еще стидикам камеру маленькую прикреплять куда-то на ремешки и ходить вот так вот по магазинам не знаю я попробовала во-первых формат камеры не mp4 а а вишки переформатировать на mp4 очень сложно в общем пока я разбираюсь этим есть проблема также на ebay я купила несколько линз ну две линзы которые я использовала для своего фильма это очень дорогие линзы корейского происхождения сам янг они сферические то есть они снимают только определенную точку фокуса если я наведу на свое лицо фокуса вокруг будет расплывчато это очень хорошие линзы для фильма именно для фильма но не для блогинга хотя вот одну из таких линз я использую на стационарной камере вот сейчас стоит сферическая линза сам янг 35 миллиметров а это 85 миллиметров это более крупный план получается но я их купила для фильма естественно я купила по дешевке вторые руки секонд-хенд очень популярный веб-сайт ebay на в англии я там абсолютно все покупаю очень дешево конечно это не так дешево мне обошлось по моему около 150 фунтов одна линза это 15000 рублей а вообще они стоят очень дорого 300 500 фунтов за одну линзу то есть 30 50 тысяч еще я купила сигма одну линзу она очень дешево мне обошла за 10 фунтов всего от 75 до 300 миллиметров я ее купила как раз для фотоаппарата canon для того чтобы снимать ее репортажи но конкретно вот уже для фотографий а не для видео для видео моя камера ничего мне ее не заменит а вот для фото мне хотелось что-то более профессиональное и я вот взяла такую сигма кроме того я абсолютно случайно купила вот такую огромную камеру которая снимает очень далеко большие какие-то планы то есть допустим план города план лондона в моей заставке фильма был снят вот этой линзой купила я ее за 5 фунтов то есть за 500 рублей тоже вторые руки тоже ebay есть у меня еще вот такая шолдерик называется я не знаю наплечник что ли это для съемок профессионального фильма тоже вот так вот чтобы вести плавненько тяжелый фотоаппарат canon потому что вот этот фотоаппарат я мои руки уже натренированную вести очень плавно без какой-либо поддержки без трипода без шолдерик без монопода без чего-либо но вот эта вот штука обязательно для того чтобы снимать камерой большой камерой которая тяжелая которую не которую не удержать в руках она трясется а чтобы не тряслось вот так вот я снимаю если что-то снимаю после моего дипломного фильма снимала снимала еще один фильм с той же самой актрисой и больше после этого фильмов я не снимала но кто знает вся жизнь впереди может быть еще буду что-то снимать ну вот пока и все что я хотела сказать вся техника что у меня имеется когда я пойду в лондон и будет возможность купить еще что-то на ebay обязательно приобрету на те деньги которые я зарабатываю в за фотографии за видео и буду рассказывать и показывать что и как этим снимать и за сколько можно купить такую замечательную технику пока на этом все не прощаюсь с вами до новых встреч